Мир не стоит на месте. Развиваются возможности человека. Вместе с тем ухудшается экология и качество питания. Какие вызовы приходится принимать медицины сегодняшней и как в таких условиях продлить жизнь. Мы запускаем проект, в котором вместе с врачами будем рассказывать о рецептах здоровой, полной жизни. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности россиян. Основная причина их возникновения – повышенное давление. В городской поликлинике номер один пробуют новые технологии, которые призваны взять под контроль артериальное давление. В пилотном проекте мы находимся с 2017 года. За этот период появились первые результаты, которые можно оценить. Среди 100 человек, которые мы взяли на суточное мониторирование артериального давления, у 64-х отмечается положительная динамика. Специальная программа позволяет отслеживать состояние человека постоянно и делается это дистанционно. Дистанционное наблюдение позволяет индивидуально подходить к каждому пациенту, позволяет снизить количество обращений пациентов непосредственно в поликлинику, не стоять в очереди, позволяет сэкономить деньги как в нашей поликлинике номер один, так и в целом здравоохранение в Бурятии. Например, мы снижаем количество вызовов скорой помощи, неотложной помощи, визитов врачей на дом. Пациентам выдают персональные приборы с функцией передачи диагностических измерений. Больной находится на постоянной связи со своим врачом. В этом проекте я нахожусь января месяца. Я, например, вовремя контролирую свое артериальное давление и пью лекарства. И вообще, я думаю, в этом проекте я себя чувствую защищенной. Только за первый год внедрения проекта дистанционным наблюдением было охвачено 184 пациента. В ближайших планах увеличить число участников. Наблюдение осуществляется по сотовой связи. Данные передаются в федеральный центр. Там проводится мониторинг артериального давления. При повышении или снижении артериального давления ниже заявленных целевых цифр данные приходят в нашу поликлинику. И мы связываем себя с пациентами по телефону. Александр Николаевич, врач Башкуева Юлия Львовна, городская поликлиника номер один. Дистанционное наблюдение. Сегодня вы попали в желтую зону нашей программы. Артериальное давление у вас было 150 на 100. Требуется какая-то коррекция терапии? Хорошо. Значит, вы продолжите прием своих препаратов. Ну и, соответственно, посмотрим, что у вас будет вечером. Если вечером давление останется в этих пределах, значит, мы добавим еще один препарат. Спасибо. Из 100 человек, взятых на суточное наблюдение артериального давления, у 64 пациентов регистрируется положительная динамика. Риск инсульта у них сведен к минимуму. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok В начале весны мы провели выездной день донора на площади Славы. В течение года проходят десятки таких выездных акций. Набирают популярность корпоративные дни донора. В прошлом году наибольшую активность проявили сотрудники авиационного завода. 740 человек сдали кровь. Потребность в крови и ее компонентах есть всегда. Поэтому станция переливания крови открыта для каждого. За 2018 год по результатам 2018 года у нас посещение станции 22 800, около 23 тысяч посещений. Из них доноров, которые сдали кровь, это 6 311 человек. На данный момент выросла потребность медицинских организаций в компонентах донорской крови. За первый квартал 2019 года заявки с медицинских организаций на компоненты крови выросли на 15%. К движению присоединяется и молодежь. Сегодня самые крупные учебные заведения привлекают своих волонтеров для проведения акций. В станции переливания крови у нас функционирует волонтерская группа. Это студенты медколленджа имени Ротнаева и мединститут БГУ. Они активно принимают участие в наших семинарах, лекциях, таких мероприятиях, как День донорского совершеннолетия, Национальный день донора, автоматодонор и все наши ежегодные мероприятия. В начале 2019 года мы подписали соглашение с телекомпанией АТВ о социальном сотрудничестве. Теперь они являются нашим генеральным информационным партнером станции переливания крови. И мы организовали наше первое мероприятие на площади Деславы – День донора. Сделать добро просто. Каждый год свыше 2000 добровольцев посещают станцию. За каждой цифрой добрая история спасения чьей-то жизни. Быть донором – это почетно и это хорошая возможность спасти чью-то жизнь и отдавить свою кровь. Всех призываю. Если есть такая возможность, тоже сдавать кровь и помогать людям. Варикозное расширение вен может привести к тяжелым последствиям, вплоть до образования тромбоза. Это состояние характеризуется образованием тромбов в глубоких венах. Оно угрожает жизни человека, поскольку именно эти вены связаны с сердцем и легочной артерией. И это опасно тем, что при таких заболеваниях, при застое крови могут образоваться тромбы в венах, либо тромбоз, то есть получается, которые характеризуются большим отеком нижних конечностей, болями. И в таких случаях больным, в общем-то, нужно обратиться к хирургам, поликлинику по месту жительства. И по, если надо будет, таких больных направляем на консультацию к созидательным хирургам. Жизнь дается многим, а долголетие дается избранным. Тем, кто привык работать над собой. Займись своим здоровьем вместе с нами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.